так я вас приветствую дорогие друзья так вижу связь есть народ начинает подключаться вас зовут стимас приятен москозас пентру мика антерзели кариаре лог сантонка ахун при море не чиплый был слабиром посмотрю сразу как трансляция бить секундочку звук проверю значит кишиневе проще там есть операторы и так далее вижу связь есть так вся работа делала порез вас лучшие печенье диаспора петучи и корисяфы купарили дереву на фаре на фара церей на санте целый турки фамилии а вот вроде купе принц приятен так страна продолжает подключаться в руку минута чего сон там платка доля телефон так подольск на связи александр петков подключился смотрю это вообще серьезно так так наши бельские вижу все на месте вижу столицы нашей родины кишинев но северная столица как всегда активнее ну у нас стране происходит очень много событий значит кто-то готовится к президентским выборам кто-то делает вид что переживает очень сильно за молдавский народ выходит с разными там инициативами все партии такие работяги такие трудяшки дом не фереште внутри вот видим кто-то выходит считает бюджет додона что тратит 18 миллионов рублей во многом согласен но на самом деле есть вещи которые не имеют никакого отношения к тому что происходит некоторые политики но вообще не понимают о чем они говорят они цифру видели и пошли и пошли рассказывать вот значит кто-то выходит говорит о том что кража деньги которые были украдены а именно закона миллиарде как его называют люди что мы должны с вами все возвращать этот миллиард все грозились аннулировать этот закон но этого не произошло и только когда блока ком вышел из коалиции платформа до жестко требуется чего мешало это 35 месяцев потому что тогда вы все про это молчали даже демократа над ними смеялись и говорили давайте завтра проголосим за отмину значит платформа до съезжала сейчас они вот видите видите ли забеспокоились забеспокоились она нас с вами и решили выйти с этой инициативы так хотят обещали те же социалисты так ну что ребят я вижу что очень много людей уже онлайн значит те кто кто-то подключится в процессе онлайн и кто-то посмотрит потом записи давайте обо всем по порядку значит разрешите вас еще раз всех поприветствовать вас подбона сярости мастер едень сангу куруска есть фарти мульталуми активы санфарти мульт сантец фарти мульт онлайн в рок фарти формосы дистрибуется часто поставили делайте как но делайте репост если можно потому что это единственная для меня возможность довести информацию до всех граждан страны значит и вообще нам нужно будет навести порядок с этим онлайн онлайнами потому что на самом деле очень много вопросов очень много проблем но очень много работы но нужно как-то определить какой-то день чтобы все привыкли чтобы раз в неделю если ничего серьезного срочного не произошло чтобы мы с вами могли там несколько часов порассуждать о том что происходит в стране для того чтобы я могу ответить на ваши какие-то вопросы просто конец года очень много работы очень много новых идей которые стоит обсудить со специальными листами с потенциальными инвесторами потому что до зимой невозможно строить дороги и тротуары но есть проекты которые хотел бы чтобы начали реализоваться сразу после нового года вот тут как бы узнаю что президент молдовы егор дудон был с рабочим визитом бельсах значит в лице имени гоголя был в детском саду номер 20 значит был на полигоне форме форме да не в халате значит и тут хотелось бы отметить что но то как ведет себя игорь дудон и что он за человек я давно понял но став мэром города бельс игорь николаевич я например не хочу общаться с вашими некоторыми чиновниками но есть вопросы которые связаны с городом с работой примарей которая должен обсуждать потому что ну есть определенные процедуры которые избежать можно но это неправильно поэтому если например меня приглашают то ли но министерство или вот была встреча с примером министром кику который собирал всех председателей районов и пригласил также мэра кишинева и мэра теперь значит то я прихожу туда то есть это мне делал политику я там говорил о конкретных проблемах я говорил там о конкретных проблемах были все телеканалы там дудон эти естественно никто ничего не показал все сняли там начало концовку то что и согласно там пиар медиаплана должны были сказать там некоторые министры значит хотя было очень много правильных вопросов было очень много правильных вопросов которые поднимали председатели районов очень много вопросов поднял я кто-то поднимал вопросы железной дороги и например председатель района грел о том что железнодорожники не получают опять несколько месяцев зарплату басарабянске и так далее где я высказался послушайте до предыдущего правительства то что не затеяли разделить железную дорогу разделить железную дорогу на три разных предприятия управляющая компания отдельное предприятие грузовые перевозки и пассажирские то что и это говорит о том что пассажирский перевозку у нас и так плачевном состоянии практически отсутствует это их но добьет полностью потому что за счет грузовых всегда перекрывались пассажирский и с этим согласился и пример министр кирку и многие из присутствующих зале я говорил о том что нужно сегодня сделать все для того чтобы не уезжали специалисты из страны а для этого а для этого нужно срочно решить вопрос заработной платы для чиновников потому что есть чиновники жулики и воры а есть нормальные люди которые вкалывают я знаю очень много таких людей и в примарии муниципе белс и в других примариях нашей страны и вообще во многих госучреждениях министерствах и так далее значит сегодня не решив проблему заработных плат специалисты уйдут у людей отменили премии отменили там 13 ну то есть сегодня делается все для того чтобы люди из госслужащих уходили на работу в частной структуры в частной компании я благодарю всех тех людей которые не сделали это которые продолжают работать но количество таких людей уменьшается количество таких людей кто растутся в примарии уменьшается с каждым днем значит поэтому по протоколу значит Игорь Николаевич Дадон приехал сегодня в Бельс они звонят напрямую в школу потому что там учатся читать дети посетил лицей гоголя посетил детский сад номер двадцать посетил семьи которые отпраздновали свое пятидесятилетие да просто такие вещи нужно как-то ставить в известный в известность примарию потому что сегодня мы отвечаем за эти школы за эти детские сады я конечно я сейчас найду пост Дадона так где он маленький вот он промышал значит значит я не буду трогать полигон значит значит Дадон пишет значит короче визит Игоря Дадона закончился тем что до конца текущего года будет подарено 25 компьютеров для занятий по информатике. А в детском саду номер 20 Дадон обещал подарить срочно будут переданы в дар электрическая печь и холодильник. Мы на это, кстати, выделили деньги. Значит, не успели закупить. Почему, Игорь Дадон, если ты как президент говорил о том, что вот Усатый выиграл выборы в Бельцах, поэтому я там буду сотрудничать. И так далее, как бы с ним надо говорить. Почему, Игорь Дадон, ты приезжаешь, ну, не то, что прячешься. Потому что перекрываете весь город. Значит, бегут охранники наперед в детский сад номер 20, что вот приедет Дадон и проверяет детский сад. Ищут мины, гранаты, снаряды и так далее. Да, бельчане очень гостеприимные люди. И то, как встретили Дадона, дети организовали небольшой концерт. Дали ему попробовать запеканку. Значит, Дадон похвалил качество детского, качество питания и в школах, и в дошкольных учреждениях, такие как детский сад. Я горжусь тем, что у нас лучшее питание в стране, именно в Бельцах. У нас никогда не было этих скандалов и всего того, что вы видели связанно там с теми же учреждениями, школями, дошкольями в Кишневе и так далее. Но, Игорь Николаевич, вы обязаны по протоколу уведомить нас, как премьер, что вот будет президент, хочет посетить садик, детскую школу и так далее. Значит, он как бы считает, что он, если президент, ему все можно. Да, есть какие-то протокольные моменты, есть какие-то рамки плеча, он продолжает как бы, ну, жить в своем репертуаре. Значит, поэтому я понимаю, что сегодня неудобно было ставить нас в известность. Почему? Потому что я бы пришел с теми же вопросами, которые обсуждали с премьером. Значит, это зарплаты госслужащих, это сегодня, что после модернизации Четнорда, значит, люди в Бельцах платят дороже за отопление зимой. Значит, сегодня есть масса людей, которые требуют каких-то изменений законодательства, связанных с там, ордера на квартиры люди получили в 96-м году, значит, нет ни квартиры у этих людей, они и денег обратно не получили, и так далее. Я бы поговорил о том, что предлагает партия социалистов, они предлагают сейчас по 200 лей компенсацию людям, которые живут в домах, где нет газовых плит, люди пользуются электрическими плитами для таких домов, Кишинев электроэнергия дешевле, а Бельцах такая же, как для других. Они говорят, ну, советники социалистов выходят, давайте, муниципальный совет примет решение выделять помощь молодоженам там по тысячу лей, за рождение ребенка там новорожденного на 3 тысячи лей, по 200 лей этим людям, и говорят, Дадон, вы не перекладывайте на местные власти вашу пиар-компанию, то есть, то, что вы это делаете на национальном уровне, это ужасно, отвратительно, это одна проблема, но вы обещали, скопировали, причем у нас в программе, что за первого ребенка 20 тысяч лет, за второго 30, за третьего и выше 50 тысяч лет, вы выполняете обещания на национальном уровне, а придумывать задания, как потратить деньги в примарии вашим советникам, ну, я в таких консультациях не нуждаюсь, да, я поддержу любую инициативу, но когда вы сейчас предлагаете пиар, за счет, а где взять эти деньги, лишить их, вы предлагаете лишить этих денег те же школы, детские сады, ох, какие вы умные, ну, ладно, с вашим я поговорю об этом, поговорю об этом на совете, но сегодня вместо того, чтобы приехать, решить проблему зданий, общежитий, которые сегодня полно в городе, они не на балансе примарии, и вместо того, чтобы там сделать малосемейки, для того, чтобы врачи и учителя получили там эти квартиры, и у людей был бы стимул не уезжать из страны, выходите по бельцам, раздавайте духовки, да, я сейчас пойду, перейду дорогу в магазин, куплю две духовки, и пойду тоже куда-то с этими духовками, понимаете, ну, это просто смешно, значит, естественно, значит, Игоря Додона не интересует то, что 30-40 процентов земельных участков в Бельцах не зарегистрированы в кадастре, это все переносили одни, сегодня переносят другие, значит, Игорь Додону не интересно встретиться под видеокамерой, обсудить улицы, которые де-факто являются национальными дорогами, как улица Йорга, как человек Штефана Чалмаре, который от банка деэкономии идет в сторону Молодого, просит, там пошел две духовки, там пошел съел 4 порции запеканки, ты принес бы пару запеканок, давайте пойду еще я с Григоришиным съем еще по две, возьму вот Шмульского вице-примара, и закончатся запеканки в детском саду, или должны быть все запеканки отправить в один детский сад, понимаете, значит, любые вещи, которые делаются со знаком плюс, да, когда есть возможность подарить те же 25 компьютеров, которые он обещал в Гоголе, площадки, ну понятно, Додона спонсора на десятки миллионов там евро, значит, но, Игорь Додон, давай встретимся в Бельцах, а я даже для этого приеду в Кишинев, давай под камерой поговорим с людьми, давай под камерой поговорим с людьми о тех проблемах, которые есть в стране, я говорю о тех, которые есть в Бельцах сейчас, да, то есть, нам есть о чем говорить, давай погрем о тех проблемах, которые уже перешло любые рамки приличия, вы видели, что делали со мной некоторые телеканалы по просьбе Додона в предвыборную кампанию, он продолжает грузить там каких-то следователей, прокуроров, вернее, не каких-то, а понятных для меня и известных, давайте, пожалуйста, ну не получилось по узатому по Закарчика, давайте быстрее обвинять там в андромате в чем-нибудь, потому что вот скоро выборы и партия социалистов не наберет большинство и так далее, ну только единственное, чего как бы еще не делает, это не ныряет куда-то под капот, понимаете, все остальное как бы, все остальное как бы, ну, успевает, 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 это место, будет добр, сделать правильную работу и в садиках, и в школах, пишет Олеся Ларинин, это серьезно Олеся, видно, Олеся была с Додоном на запеканке сегодня в детском суду номер 20, значит, жалко, не было оператора на этой встрече с примером, где поднимались реальные вопросы, не было переоценки недвижимости 15 лет в Бельцах, это влияет на местные налоги, то есть, есть на самом деле много вопросов, нет, пришел, обещал две духовки и 25 холодильников, и на этом официальный визит президента в Бельцах закончился, значит, вот такие у нас ситуации, тут, короче, посмотрел вчера, это так, ладно, по Додону все понятно, значит, тут вчера посмотрел я одно видео, короче, видео без звука, но один из бывших партнеров Додона, один из бывших руководителей МВД, короче, на этом видео, ребят, я, 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 все понимаю, на самом деле, богатый жизненный опыт, участвовал очень много, ну, раз, для меня много, по крайней мере, там, каких-то спецоперациях, открытого типа, закрытого и так далее, но такого я не видел даже в фильмах фантастики, короче, на видео следующее, я так понимаю, что там Додон грозился там на одном из телеканалов, что там его, что оно вроде есть, там его сольют, ну, короче, на видео один из бывших руководителей МВД, значит, один из бывших руководителей, значит, короче, одевает костюм, богатый, такой, нарядный, значит, выходит с магазина, не рассчитывается за этот, не рассчитывается за этот костюм, его пытается попросить, чтобы он рассчитался за этот костюм, он там сказал, типа, вы что, не знаете, кто я, ну, короче, ушел, не рассчитавшись, за это видео, ну, начались какие-то определенные внутрипартийные разборки, разговоры и так далее, и, короче, оказывается, значит, ну, чтобы как-то прикрыть, это позор, да, понимаете, прийти, взять, ты чиновник, человек, которого знает вся страна, один из там руководителей МВД, пока это так назову, значит, и ты бесплатно берешь костюм, с вами там, ты что не знаешь, кто я там, и так далее, видео без звука, но мне эту ситуацию уже рассказали там другие люди, но это настолько просто смешно, и когда спросили, вы да, кумаше сон, там, тяка, додон, ари, аше, видео, компромат, птини, жарем, ади парни, значит, ответ был следующий, послушайте, это была контрольная закупка, я просто упал, вы понимаете вообще, о чем идет речь, то есть оказывается, то, что пошел в магазин, по беспределу взял, бесплатно оделся, это была контрольная закупка, мулки не буни амбазут, диспри мулки амбазут, но такого кино, короче, капец этому бывшему начальнику, потому что додон сейчас там, додон сейчас там, что-то пытается замутить со всем, ну, естественно, это сольет, вы же видели, он там умный, намеки дел какие-то, и так далее, этот бывший начальник МВД ходит, додон говорит, готов делать все, что хочешь, там, прессовать одних, других, ругать, только не публикуйте, пожалуйста, видео, короче, это и печально, и ужасно, и грустно, все в одном, значит, тут мне один знающий человек спрашивает, ну, некоторое уточнение задает, это про Андрюшу ты сейчас рассказываешь, значит, не буду я говорить про кого, просто бывший сотрудник МВД, еще раз, я не хочу участвовать в этом беспределе, но это как бы, вообще плакать нужно, но на самом деле это смешно, вы понимаете, зайти взять бесплатно одежду, что это было? Это была контрольная закупка, это то же самое, что некоторые там контрабандисты, взяточники, там, взяли там взяткой, там, 200-300 тысяч евро, говорит, не, не, это было оперативное задание, посмотреть, дадут мне взятку или нет, понимаете, вот тут пишет, он даже не умеет креститься, это видео показывает наоборот, и вам кажется, то есть все я правильно кричусь, тут не надо, это самое, то есть видно тоже, кто-то с дадоном ходил сегодня на запеканку, а вам показывает наоборот, то есть для того, чтобы было правильно, вы видели, это я должен креститься вот так, и вот сейчас вам показывает правильно, на самом деле вот так, все я правильно делаю, Вот, и вообще про, тут вижу некоторые смешные комментарии, да, вот тут пишут, что наоборот показывают селфи, вот, короче, такая ситуация, значит, тут Андрей Настас на днях встретился с ним перед программой, его, у Натальи Марария выходил, позавчера это была программа с Марьяной Расой, значит, Настас шел на программу политика, что-то в коридоре мы заговорили, я ему говорю, слушай, я говорю, а что ты там, ладно, там, до сих пор боялся, ну, говорить, значит, я говорю, там, сейчас выйди, как бы расскажи про ту ситуацию, которая была в Золотом Олене несколько лет назад, когда мы там протестовали, и Наталья Марария услышала этот разговор, говорит, об этом надо, говорит, по телевизору, ну, пожалуйста, право на эксклюзив у Настаса, как бы многие знают эту ситуацию, ситуация была другая, раз, конец рабочего дня, можно вспомнить живые анекдоты, это, как бы, все правда, но я называю живым анекдотом, потому что, ну, в тот вечер кому-то было очень смешно, кому-то было очень грустно, значит, ситуация была следующая, короче, сидел я с Настаса в ресторане Золотой Олень, период протестов, 2016 год, Настаса говорит, 15, мне кажется, начался, что, может, конец, 15, но суть не в этом, мы сидели с Андреем в доме в ресторане Золотой Олень, и Настаса начинает там умничать, издалека закидывать, говорит, слушай, говорит, вот я слышал, его молодец, войку, додон, плахутнюк, стоял спать, иду по протесту в острове, спать, и нужно, что не стоял, иду по протесту, сейчас не депортив в острове, стал его, шинок, да я, как, а Монцелеска, войку, додон, лазбангла плахутнюк, шинок, 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 да, в один день, Костя Боттнер пытался обманным путем, значит, передать какие-то деньги, передать какие-то деньги, якобы, вдруг тяжело, вдруг нужно там продуктов закупить, и так далее, и короче решил костика передать миллион лей значит через как я об этом узнал через 30 секунд услышал все что я думал про них и костика и не только костика про тот миллион лей а дадон как бы я узнал что он взял я говорю андрюх я говорю андрюх таки так я говорю бэй дадона у лат ту ламурештику позвонили дадону приехал туда дадон значит приехал туда дадон значит и мы выпили по 50 говорим о том и чем значит и я начинаю разговор перед настасом слушай игорь как же андрей наш партнер по протестам слушал должен знать правду человек и вот сам факт то что предлагались там миллион лей мне я об этом честно рассказал андрею я эти деньги как бы не брал значит а вот ты тебе предложили ты берешь один миллион лей в неделю там у плахи шатам через кой субботный вот дадон там пытался пентруси дискутили сякуман кулаку аси ну короче настаса в это время то что не доиграл наша мораль берет на белую салфетку куцеташи начинает обладать салфетку ножом я смеюсь ну короче дадон признается в том но стас сказал правду наталья мораль о том что дадон признался о том что он получал этот миллион лей но как бы это все неправильно зачем вообще такие вещи обсуждать и так далее короче файвер делобы значит поэтому это все было смешно но как андрюх этот с грозным лицом пытался рассказать у наталья мораль в это здесь таких как бы анекдоты знаете вот все таки тот который был про контрольную закупку и про костюм я вам скажу что это сила это конечно но это сделала это это сделала мой вечер и я уверен сегодня даже те люди у которых сегодня грустный вечер он как минимум станет станет веселым вот такая ситуация а так крути по стране продолжается хаос продолжается идти торги там по ним партии все-таки хотят выкупить этих плохишей оптом пристегнуть их там виде там независимой новой фракции там засунуть их под социалистов понятно у плохиша от этого свои преференции что как бы будут отказаны в экстрадиции пророссийскому дадону этого плохотнюк как бы и и добивался как бы дадон ходит военной форме там тусуется по стране поэтому как бы понятно что там происходит демократы если бы сегодня было больше тех которые перестали контактировать с плохотняком и вышли бы они первым это было бы конечно круто так там короче непонятный непонятный колхоз вот диана присняк почему не идешь президент говорил о том что я пойду туда куда решите вы куда решат в первую очередь бельчане так я продолжаю свою работу мэра города у нас зимнее время сейчас очень много намечается инновационных проектов значит будем завтра впервые тестировать вечером умный пешеход систему да значит это система будут стоять датчики движения направлены на тротуар на пешеходов на автомобиле которые подъезжают для того чтобы автоматически освещать не просто освещать а ярко подсвечивать саму зебру особенно которую зимнее время может быть не быть видно и таких как бы и таких проектов у нас много поэтому есть чем заниматься зимой бельцы готовятся стать как всегда новогодней столицей молдова ближайшие дни начнет устанавливаться елка значит какие-то новые гирлянды устанавливается значит ремонтируются старые значит с 15 числа значит начинать устанавливаться домики ну а так 21 21 декабря у нас официальное открытие елки и рождественской ярмарки концерт 31 у нас шикарная программа будет я буду с людьми в 12.00 со всеми бельчанами и гостями северной столицы значит буду на площади новогоднюю ночь 12 часов мы начнем 18.00 вечера значит у нас будут те артисты которые согласились к нам приехать бельцы потому что многие празднуют новый год со своими семьями значит кто-то из родился в бельцах будут с нами дот до 12 значит как наступит новый год значит и очень рад познакомился очень прикольный и прикольный мягко сказано значит коллектив филатов карас значит которые у которых будет несколько концертов в молдове ближайшее время они были у нас на день студента значит конечно песня остаться с тобой виктора цоя да то есть эта песня значит эта песня которую я помню даже будучи старшеклассником значит есть хит возьми мое сердце интересно кто заберет в один день значит ну короче филата викарес будет у нас после но в новый год условно там в 5 минут 12 часов 5 минут значит будут зажигать бельцы а так у нас консультации по бюджету конец года принятие бюджета в первом чтении очень много вещей нужно сделать очень много есть проблем которые нужно решить но я уверен что мы со всем этим справимся значит вот поэтому посмотрим я делаю новый год и как бы вообще все то что происходит в бельцахе то что делаю по стране я делаю делать от всей души дело это для людей значит дадон то что пытается меня уничтожить он это как бы тоже красит что что как будто он это тоже делает для людей он просто всю ситуацию вокруг меня готовит он поменял тактику да то есть чтобы не выглядеть плохотнюком номер два совсем открытым хотя он к этому стремится значит он готовит очень серьезную провокацию за пределами нашей страны она уже запущена игорь дадон думаю что про нее не знаю в этом он опять ошибается все я знаю значит хотят значит создать хочет создать вернее определенные проблемы том числе если была только дискредитация попытки то есть то что он делал там через некоторые российские сми предвыборную кампании сейчас он перешел на более циничные и подлые методы хотят все тот также была подлая циничность но я знаю что меня поддерживают люди я знаю что люди знают кто такой ренат усат и кто такой игорь дадон но хочу сказать игорь дадон что за все эти вещи наступит день нужно будет отвечать по закону и если он думает что фабрикация того или иного уголовного дела она как-то пройдет бесследно его жизнь нет игорь николаевич все то что ты делаешь мне через это пройдешь и ты просто против меня ты это делаешь по беспределу против тебя все будут по закону и не важно я сейчас в оппозиции буду я у власти но нельзя быть свиньёй понимаете то есть человек который пытается что-то рассказать надурить всю страну а на самом деле в темное время суток с алчностью подлостью мерзостью ищет таких же мерзавцев как и он для того чтобы что-то сделать очень плохое человеку особенно если это связано с вопросом безопасности семьи и так далее ходить поздравлять юбилеем семьи которые прожили 50 лет и в это время готовить провокации из-за которых можно кого-то уничтожить которые могут кого-то уничтожить так делают просто животных вот поэтому я буду идти вперед мы с вами будем работать значит но пока пусть тренируются все те которые кое-что затеяли об этом прочитал прикольный комментарий карасан салатов карасан 2 тела просто отцоваться с тобой да дону не хватает но у него есть просто он во первых себе не принадлежит понимаете сегодня в стране пока не будет того который не от кого и ничего не зависит мы реально как бы ну никуда не шагнем понимаете мы никуда не шагнем сегодня уже имея полностью правительство имея полный контроль над ситуацией продолжаются духовки детские площадки духовки детские площадки могу раздавать я свободно от работы время когда на это нахожу средства значит а он продолжает заниматься тем же чем занимался раньше понимаете почему нет реакции это вышел у марина рация позавчера на тему этого мошенника преступника значит горбунцова значит я кстати там ошибся значит плохотнюк выдал горбунцову паспорт на фамилию киров ну вернее по указанию плохотнюка выдали если бы точно там прикрызлись от защиты свидетели значит но когда до дом президента знает о том что незаконно получил горбунцов молдавское гражданство значит он вы видите про плохотнюка он уже заговорил значит хотя он знал год назад какая фамилия у плохотнюка в в том паспорте но в котором он был на вакуум значит про кирова значит значит тут нет на бумажке да значит он все-таки не петр я ошибся марина он киров иван петру да это киров иван петр это горбунцов родился 12 04 66 года рождения значит тут преступник продолжает пользуясь молдавскими документами и на свою фамилию на другую что-то творить потворить определенные дела за рубежом потому что когда ты решаешь сам у меня бы все летали бы и порхали каждый день а когда ты там зависишь от коммерсанта там зависишь от того что тебе что-то занесут там где-то от того что кто-то за рубежом припугнет там что попадешь под какие-то санкции с такими политиками будущего у молдавии нет для того чтобы реально добиться каких перемен не нужны обязательно дипломы из оксфорда поверьте что можно навести порядок и будучи выпускником молдавских воздух не обязательно иметь для этого какие-то зарубежные дипломы и регалии а когда в одном глазу значит блестит евро в другом плеси доллару как у большинства наших товарищей молдавском политбюро ничего нам нас не светит так вот это интересно так ты наверное знаешь на какой на плохотника записан дом дубая не вот на какое имя записан дом дубая плохотника не знаю если сильно захочу очень быстро узнаю вот ребят главное мы не должны терять надежду мы должны быть вместе мы должны быть мы должны делать все для того чтобы наши потомки гордились гордились когда они будут говорить о нас а кон то будут говорить исключительно про духовки о ком то будут говорить и рассказывать про контрольную закупку когда человек одел костюм да а кто-то как ходил халате с надписью президент она должны греть по нашим делам но наше основное дело заключается в том чтобы избавить страну от тех живодеров где одни пришли а некоторые пытаются сегодня реанимироваться а плохих сидит за рубежом кайфует улыбается и балдеет от того что кто-то сегодня просто играет с ним в одну игру причем некоторые с ними играть в одну игру даже не общаясь с ним по телефону потому что как я говорил пол дим партии с ним говорит пол нет но да да он говорит через все которые общаются поэтому короче идем вперед побеждаем и делаем все для того чтобы нам не было стыдно за нашу работу перед нашими потомками я вас всех люблю хорошего вечера вам усимец питос карисинтец онлайн дистрибуе из ворога час видео и варичи пенту мини есть фарти импортан каме сажил мем шахтувару сажун галатоси это тени я република мудова всех вас обнимаю увидимся пока поехал